Уважаемые коллеги, позвольте представиться. Платонова Еглина Романовна, директор Невской школы. Это небольшая организация. В прошлом пролетарий умственного труда. Через меня прогнали все американские машины. До этого аналоговые. А, компьютерные машины? Да, да, да. Все ЕСы со всеми операционными системами, языками и так далее. Телекоммуникационным доступом и PDP, и микро-ИВМ. И кончил я персоналкой. Ну, это, конечно, наложило определенный отпечаток. И дальше мне было рекомендовано пойти в сельское хозяйство. Интересно. Я выпускник ЛЭТИ. Работа такая житейская. Это не демография, не чистая физика. Это аграрный сектор. Использование методов, моделей, технологий в естествознании в этом секторе. Ну, смена парадигм в последнем столетии и следующем характеризуется тем, что внимание научного сообщества переключилось на новый этап развития. От безудержного потребления природных ресурсов к рациональному природопользованию. Ну, решение задач, порождаемых этой проблемой, приходится решать с применением широкого арсенала научных средств. Так как один из методов проникновения в кладовую солнца, по Марксу, да, первая абсолютная прибавочная стоимость – это солнце, превращенное зелеными растениями в хлеб. То есть, органическое вещество получается за счет зеленых растений. Энергия биомассы, создаваемая почвенно-растительными экосистемами, играют главенствующую роль у нас на планете. Ну, подобная работа в этом направлении велась в Ленинграде в 60-х годах прошлого столетия. Она была запрограммирована в Всемирной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина и проходила в агрофизическом институте. Из учеников известного профессора Политехнического института, который в свое время создал математические модели подводных лодок, они были успешно использованы. Один из его учеников, Полуэкто Фразмир Александрович, был привлечен в качестве научного руководителя к этой работе. В этом направлении было набрано немало математиков, специалистов по методам статистики, теории вероятности, и под руководством Полуэкто была создана модель почва, растения, атмосфера. Это была первая работа в этом направлении. Была составлена модель дифференциальных уравнений с логарифмическими и другими коэффициентами. Она как система разностных уравнений решалась на разных машинах. Статистика была привлечена, погодные условия как-то моделировались. И вот эта большая система решалась по мере продвижения вычислительной техники, начиная с БЭСом. Поскольку мои работы были в этих направлениях, то моя работа по организации диалога человека ВМ были задействованы через монографию. Там руководителем был Чудновский Абрам Филиппович. Это ученик известного ЙОФа, физик. Возможно, вы его знаете. Ну, первая организация диалога на машинах серии ЕС, дальше ПДП, персоналок. Это были мои наработки в этом направлении. Я работала в ЛИМТУ. Это институт подведомственной ЛУТИ. Когда ректор Вавилов управлял этим, да, и была идея не в плане вот этих моделей, а в плане создания ОСУ, вот всех этих работ, которые оказались тупиковыми для страны тогда. Ну, работал институт кибернетики, вы, наверное, помните, да, это все. Затрачены миллиарды рублей. Ну, ОСУ не удалось создать. Но у полуэкта вот эта работа привела к кое-какому-то концу. То есть научный мир с помощью этой работы получил представление о моделировании процессов энергомассообмена. Вот в этой системе почва, растения, атмосфера. Ориентация была на зерновые и травы. Ну, в основном по пшенице они работали. Работа была многолетняя. Задействован был круг специалистов института. Целевое назначение системы – это прогноз урожая, складывающийся при текущих погодных условиях. Ну, отрицательно было то, что система была непонятна широкому кругу практиков. То есть, кроме математиков, никто не мог фактически ею пользоваться. Ну, и со смертью полуэкта, с уходом его из жизни, система, как говорится, ушла. Ну, поскольку мне пришлось для этого института программировать системы, связанные с фенологией, это календарные сроки наступления тех или иных явлений в природе, у растений, в связи с ростом и развитием, то я, конечно, получила доступ, неоплачиваемый, на энтузиазме к этой системе, могла как-то чем-то помочь. Ну, мои диалоговые разработки вошли без моего ведома в эту систему. То есть, были просто задействованы. Далее мне удалось, работая в областном научно-исследовательском институте в Белогорке, был еще жив академик Ермаков Евгений Иванович, академик этого института, удалось поработать в части продвижения иных подходов. А именно, было предложено использовать более простые модели, основанные не на математике. Это был новый тип моделей. Они были опробованы, несколько лет это заняло. И на последнем полигоне, это опытное хозяйство Ленинградской области, в Суйде, было выбрано поле. И фактически, по методике ВИРа, это Всесоюзное институт растеневодства имени Вавилова, удалось сделать прогноз подобный, без использования математических моделей. Эти модели были информационные, а именно, делались снимки с помощью видеокамеры по кресту, как рекомендовала методика ВИРа, обход поля по кресту. Выборка оказалась представительной. И далее они вводились в компьютер, чисто для того, чтобы иметь возможность с помощью этого инструмента прогонять это все для экспертов, для исследователей. Итогом должна была стать работа по прогнозу принятия решений о проведении управления процессом продукционным. Но, ввиду отсутствия денег, не было возможности заключить договор с метеостанцией. Ведь все фенологические наблюдения поддерживают системы наших метеостанций. Область разбита на определенные участки. И на каждом работает группа специалистов. То есть они снимают всю информацию по температурам, по сумме температур и так далее. Но, тем не менее, мы с агрономами получили возможность это как-то проверить. Работа докладывалась в последствии на Конгрессе в Дании. А также в Герцоговском институте на российско-американских конференциях. Ну, что хотелось сказать. Работа была доступна людям без специальной математической подготовки. Очень наглядно, проста. Ну, так, заинтересованности до сих пор не было. Но есть возможность ее как-то продолжить. Вот. Ну, природа дает нам немало примеров. Она сама ведет себя очень, как бы сказать, рационально. Ну, можно видеть это на примерах хотя бы эвкалиптовых лесных плантаций. Это плантации Бразилии, где эвкалипт – это дерево, вечно зеленое дерево, которое под действием Солнца идет превращение солнечной энергии в механическую. Он встает к Солнцу так, чтобы как можно меньше выделять влаги. Ну, а то есть природа сама приспосабливается к рациональному, как бы сказать, потреблению. Ну, вот на сегодня первая в мире компания по производству бумаги. Я их слышала в лесотехнической академии, когда президент говорит, будет маржа – будут инвестиции. Это он говорил нашим специалистам по лесному делу. А в итоге они нашли более подходящий с точки зрения прибыли источник для производства бумаги, а именно бразильские вот эти вот плантации, где быстро растет эвкалипт. И все направлено на то, чтобы ресурсы использовать как можно более рационально. Ну, вот модель фактически – это огрубление действительности. И когда она решается на машинах вычислительных, она неоднократно огрубляется. И хоть книга природы написана языком математики, но мы же переходим и от дифференциальных уравнений к разностным, и масса приближений, и мало вероятности того, что математики корректно представят модель. Так оно и было. Ну, тем не менее, вот первая эта модель, она много лет использовалась, на ней делались исследования, и она сыграла определенную положительную роль в этом направлении. Ну, как, да, сейчас вот, когда идет реорганизация науки, ну, такое впечатление, что институту уже сложно, как бы сказать, внедрять немецкие модели, где трактористы-таджики наши не хотят за маленькие деньги работать, будут работать днем и ночью, ну, оно обсуждалось на конференциях, и будет компьютер или там самолеты, там сложная техника взята, будут управлять ходом немецкой техники на наших полях. Ну, вот пока что идет реорганизация науки, и есть возможность предложить такую, ну, более такую реальную с точки зрения применения модель. Вот такие результаты хотелось как-то осветить. Ну, лесная биомасса – это на сегодня перспективный такой энергетический ресурс. Все страны, в общем-то, идут теперь по этому пути, стараясь сберечь лесные наши богатства. Ну, и видите, основной кампанией мировой к производству бумаги оказалось выгоднее брать бразильское сырье. Вот то, что хотелось доложить. Ну, благодарю за внимание. С удовольствием отвечу на разные вопросы. Да. Ну, можно? Пожалуйста. Да, конечно. Да, во-первых, пожалуйста. Да. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что идет перестройка науки, верно? Да, да. Поведите, пожалуйста, в каком направлении и под какой идеологией? Ну, у меня дома вот лежат два снимка с Фортовым. Это первое. Нет, подождите, подождите. И второе. Нет, это доклады, итоги, доклады. На банкет стали приглашать просто. Это встречание. Да. Да. Ну, я, значит, только могу сказать то, что я поняла. Клуба академиков отодвинули, да, то есть создано что-то типа клуба академиков. Клуб ученых, как мы сделали. Да. Ну, нашего, российской академии сельхознаук Романенко, он довольно богатый. Очень много же опытных участков, земель по России. Ну, их изъятие на год отложено. Да. Российская академия наук... Подождите, вы говорите о всяких административных мерах? Да. Это я понимаю. Но вы упомянули, что идет перестройка науки. Науки. Так вот, меня интересует, в каком направлении идет перестройка науки? Науки, а не администрация, которая пытается там что-то делать? Да. Ну, тем не менее, все институты отданы под фоно. Мы что? Мы отданы. А? Причем, ну, отданы, это опять административное дело. Да. Как науку предполагает переставить? Ну... Это важнейший вопрос. Да, ну, я поняла. Ну, предполагается, что будет уничтожен наш центр региональный, российская академия сельскохознауки. Опять администрация? А созидать-то когда будем? Созидать-то, уничтожать-то все могут. Понимаете, Петрушка, здесь нет идеологии, не будет науки. Наука не может заниматься абсолютно всем, например, единением науки и религии. Это вообще не наука. Нет, но Фортова вымотали до предела. Это Фортова дело. Это его завод. Так ему и надо. Нет, ну, а формально они отвоевали себе право до 75 лет работать за сроком. Слава себе, это и есть перестройка науки? Нет, я вам говорю то, что с руководителем науки. А я спрошу не это, я спрошу не что с Фортовым сделали, а в чем предполагается произвести перестройку науки? Науки? Ну, предполагается, что сейчас вот провели этот съезд в Сколково, куда Фоно пригласило молодых людей. Выпили, закусили. До 39 лет, которые якобы там три года поработали в каких-то научных исследованиях и будут сейчас двигать науку. В каком направлении? Вбок. Ну, не исключено, что до сих пор все шло с активным вмешательством, с рекомендациями администрации президента со стороны американских и немецких ученых. Ну, для вас это тоже не секрет. Немцы мне сами это сказали и даже приглашали. Это не секрет, это развал полный, уже идеологический развал. Романова. Абминистративный развал не так страшен, как идеологический. Совести нет, совести. Ну, я скажу так. Как говорится, без руля и без ветвей. Ну, это было и раньше. Многое идет, как говорится, держится на международном контакте. Это было и раньше. Ну, до сих пор. Я вас понял. Интересы страны отстаивались руководством. Вы меня понимаете, да? Нет, не понимаю. Ну, Вавилова же не зря привлекли за то, что он бегает по этим центрам, вместо того, что в сороковом году сесть и продумать то, что у нас будет зерно. Уже было ясно. Ну, я бы сказал, что, конечно, это сделали зря, но рациональное зерно в этом тоже было. Да. Ну, были закуплены колоссальное количество американских тракторов. У нас этого не было. И предполагалось, ВДНХ создано. И где-то там в 1939 году, по-моему, их выставляли на ВДНХ. Это история, понимаете? Вы совершенно вышли от вопроса, в каком направлении сегодня предполагается территория экономики. Кроме административных мер, весьма сомнительных. Все остальное, так сказать, висит в воздухе. Ну, все это понимают. Дай бог, санкции будут, тогда будет сдвиг. Санкции бы быстрее делее. Нет, все это понимают, да. Но, да ничего не будет. Там прогнило многое. Мы все говорим о негативах. А меня интересует, какие позитивные идеи есть у ученых наших. Организации. Включая третий, которые позволят науке развиваться. Независимо от того, что делается на Западе. Потому что на Западе такое же нитье, как у нас. Конечно. Ну, да. Дело, да. Ну, я все это правильно вы подсказываете. Ладно, ну чего к девушке пристало. Нет, не я же. А я здесь спрашиваю, что как вы управляете наукой? Я спрашиваю, какие тенденции? Ну, я вам... Административные тенденции. Нет, я вам про тенденции все говорю. Я лично нашему Алферому по итогам этого самого последней конференции по информационным технологиям принесла его секретарю письмо, где я его информировала, я подписалась о том, что... Вы видели лично, вот когда вы письмо принесли, вы видели Алферу лично? Нет, у него там... Ваше письмо положено туда, что туда и положено. Ну, что делать, я сделала, что могу. Понятно. Да, то есть я написала, что в связи с внедрением информационных технологий в нашем этом самом регионе разрушено сельское хозяйство, добывающая промышленность, потому что чиновники отказались переходить на электронный документооборот и правильно сделали. Просто иллюстрация. У нас Россия — это родина капельного орошения, так называемого. Это известный факт. Вот сейчас выделяются безумные деньги, чтобы технологии капельного орошения закупить в западных странах. Так они давно закуплены. Понятно. Но родина этого типа орошения у нас. Нет, у нас Сахос Выборжец. И выступал докладчиком на одной из конференций автор этого мета Сергей Виндальд Константинович, доктор наук. Нет, ну, просто работают выборщицы. Ладно, ладно, это в качестве иллюстрации я просто по итогу предыдущей конференции. Да, нет, нет, я не могу ответить вопросами, да. Я даже знаю, как было загублено у нас это самое… А сейчас кричат, что в Крыму нет воды. Технологии нет, не воды. Но она-то не может отвечать за это. Нет, кадры, кадры. Ну, ладно, но она болеющий человек. Спасибо большое. Все, куларов поругаетесь. Нет, я только вам… Мы болеем одними темы. Ну, во всяком случае, я вышла из института, где на моих работах они шли сразу в оборонку, это телекоменционный метод доступа, все понаделали доцентов, кроме меня. И такая же история здесь. Я ведь на энтузиозме пахала. Все, спасибо. Откровение, да, потом. Да, так вообще. Давайте пока в прерыве анекдот, чтобы немножко разглазить. Стареющая жена, значит, рядом муж еще спит, подходит к зеркалу и долго-долго себя рассматривает. Раз так, так. Потом смотрит в сторону спящего мужа и говорит, так тебе и надо. Поэтому, может быть, ученым так тебе и надо. Ну, вы знаете, вообще там не очень просто все с людьми.